Всем привет! Это видео о том, как восстановить пароль Windows 10 на компьютере или наутбуке. Потеря пароля учетной записи пользователя Windows 10 может оказаться очень неприятной неожиданностью, ведь в результате этого полностью теряется доступ к данным конкретного ПК. Хорошо, если вам известен пароль учетной записи администратора, с которой можно управлять паролями пользователя конкретного компьютера, но иногда и он оказывается забытым или утерянным. Первый способ. Для восстановления пароля учетной записи администратора нужно войти в среду восстановления Windows. Сделать это вы можете с помощью диска восстановления или же загрузочного диска или флешки. Эти способы входа я рассмотрел в предыдущих видео. В среде восстановления нажимаем поиски устранения неисправностей, дополнительные параметры, командная строка. Для начала нам нужно узнать букву системного диска, так как здесь она может отличаться. Вводим команду diskpart, затем listvolume, и смотрим, какая буква отвечает за системный диск. В моем случае это диск C. После вводим exit и вводим следующую команду move c windows system32 ultimate.exe c windows system32 utilman2.exe нажимаем enter и далее вводим следующую команду copy c windows system32 c c windows system32 utilman2.exe нажимаем enter и видим отчет о том, что скопировано файлов один. Закрываем командную строку и загружаем windows жесткого диска. После этого на экране блокировки мы можем запустить командную строку, кликнув на специальные возможности. В командной строке вводим netusers и видим список всех пользователей. В моем случае имя пользователя, для которого нужно сбросить пароль, это Андрей. Далее вводим команду netusers и вводим новый пароль, например, test123. Нажимаем enter и видим отчет о том, что команда выполнена успешно. После этого закрываем командную строку и входим в учетную запись под новым паролем. Для того, чтобы вернуть системные файлы в исходное состояние, то есть вернуть обратную загрузку специальных возможностей вместо командной строки, запустите командную строку в среде восстановления, как было описано выше. Далее снова проверьте букву системного диска командой diskpart и листволюм. В моем случае системный, это снова диск C. Вводим exit и набираем следующие команды del c windows system32 utilment.exe Нажимаем enter и вводим следующую команду move c windows system32 utilment.exe c windows system32 utilment.exe нажимаем enter закрываем команду и строку и загружаем windows в нормальном состоянии. Второй способ как и в первом способе вам нужно войти в среду восстановления windows 10 и запустить команду и строку в командной строке вводим regedit и нажимаем enter далее выбираем раздел key local machine во вкладке файл нажимаем загрузить куст заходим в этот компьютер локальный диск C windows system32 config кликаем на файл system и нажимаем открыть вводим любое имя например test и нажимаем ok внутри данного куста ищем раздел setup кликаем правой кнопкой мыши на файл cmd line нажимаем изменить в строке значения вводим cmd.exe и нажимаем ok далее кликаем правой кнопкой мыши на файл setup type нажимаем изменить и в строке значения вводим 2 нажимаем ok далее кликаем на куст тест и во вкладке файл нажимаем выгрузить куст подтверждаем выгрузку куста закрываем редактор реестра и командную строку и нажимаем продолжить вход и использование windows 10 при загрузке системы откроется командная строка вводим команду net users далее вводим имя учетной записи в моем случае это андрей и вводим новый пароль например тест 123 нажимаем enter и видим что команда выполнена успешно вводим exit и входим в учетную запись используя новый пароль системные файлы при этом автоматически вернутся в исходное состояние и как в первом способе менять их обратно не нужно если у вас есть доступ к любому пользователю с правами администратора то вы можете сбросить пароли для всех остальных пользователей средствами windows 10 для этого введите в учетную запись администратора перейдите в панель управления учетные записи пользователей управление другой учетной записи укажите запись пароль которой необходимо изменить например тест выберите функцию изменить пароль и введите нужный нам пароль например тест 123 подтвердите данный пароль и введите подсказку и нажмите изменить пароль при этом тест потеряет все зашифрованные с помощью EFS файлы личные сертификаты и сохраненные пароли для веб-сайтов и сетевых ресурсов после вы можете зайти в нужную вам учетную запись уже с новым паролем также восстановить пароль вы можете на сайте microsoft более подробная информация об этом описано в статье ссылка на которую есть в описании если вам понравилось данное видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание удачи спасибо 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 спасибо